ситуация в чем уже который раз уже который раз у меня возникает такая ситуация что ко мне приезжают какие-либо братья бизнесмены и либо просто там я не знаю люди которые занимаются какой-либо деятельностью в основном бизнесмены и они мне просят чтобы я упаковал их это сейчас называется тема противопродюсирование там так далее то я вообще тогда не знал то раньше как называется это потом сам выяснил но суть в том что я должен человеку с человеком пообщаться узнать его хорошенько распаковать его как личность там и так далее понять вообще в чем его сильные стороны слабость то что он может не может там и так далее и упаковать его оформить его внешний дизайн и как он будет позиционировать себя в соцсетях обычно это бизнесменам нужно для того чтобы раскачивать свой личный бренд свой бизнес там и так далее так как мы знаем что сегодня соцсети это просто нереальный boost для роста твоей компании для привлечения подписчиков увеличение лояльности клиентов и так далее и кстати говоря знаешь что мой первый клиент кстати сейчас вам это жадно обратно это пара он сбоку ну короче знаешь мой первый клиент по этой теме на сколько мне заплатил насколько думаю сколько можно заплатить мне 20 тысяч долларов нет 20 долларов 50 брать дома больше 50 вышла а первый клиент первый эта тема она очень очень крутая и сейчас я покажу примерно как я это делаю и чтобы вы это могли для себя бесплатно сделать как всегда дядя момент делится с вами бесплатно лайфхаками очень крутыми смотрите у нас что фишка в чем что мы хотим сделать с братом а фары у брата есть мед можешь показать для него сейчас вот этой камеры неожиданность вообще не любит сниматься шоке или девшоке все нормально все ты держишься пока лазу на короче вот смотрите вот у нас есть вот так и давайте в эту сторону сделаю вот у нас есть вот такой мед это же мед правильно тебя упаковка меда откуда производство как где этот метод по призвать и мэйден азербайджан это мэйден азербайджан сам мёд и в изборе производится нет с разных что с разных стран сбор дональянский но ты катаешься по странам собираешь хороший мед и привозишь его в азербайджан правильно прямо и мы сейчас короче говоря у на у него уже есть крутая упаковка у него уже есть дизайн так далее все продумано уже компании 14 лет но мы сейчас должны понять как это можно раскачивать в соц сетях то есть как об этом можно говорить соц сетях по миру там да чтобы потому что него там у тебя же много арабов клиента довольно по всему миру арабы ты грудь приезжая ну короче говоря арабов него там много клиентов тогда и нам сейчас нужно во первых разобраться в нем самом вопросы либо я сейчас по мере работы с ним буду вам показать какие вопросы я сдаю что я узнаю там так далее и нужно будет распаковать верни упаковать вот этот бренд для соц сетей надеюсь мысли сна окей вот покажи это вот вау это еще с этим до азербайджан и вот это мед короче правильно давай если коробочка это габарин такая фишка у тебя есть наши друзья история да и сам меру правильно назвать а сейчас рандомный мед здесь поэтому какой black siberian черный сибирский короче говоря мы все это должны это все красиво выглядит короче говоря фишка в чем вот у вас скажем есть какой-либо продукт либо у вас есть какая-то услуга либо вы хотите чтобы у вас заказывали какую-либо услугу как у эксперта скажем вы там нутрицолог вы парикмахер или вы я не знаю массажи сделайте хиджамы не имеет значения что вы хотите продавать будь то товар будь то услуга либо вы хотите просто позиционировать себя как бизнесмен чтобы к вам относиться как бизнесмену они видели вашу экспертность что вы шарите в теме что вы умеете быть предприимчивым предпринимать правильные шаги в тех или иных ситуациях все это вам нужно вот это видео оно поможет вам понять вообще психологию и примерную цепочку действий которые мы сейчас делаем делать вот сейчас мы грубо говоря оценили его товар мы сейчас увидели его товар его дизайн он реально крутой баркала пик реально очень круто всем он нравится его обычно и для как подарок часа многие заказывают и просто как бы вчера вот дома кушал тоже не подарил в аллах игру от моей домашней все просто больших мне тоже мега понравилось хотя мне больше на этот который мне давно дарил ты мне дарил этот имбирем когда я болел помнишь баку ну короче мы реально крутой мед и это можно очень круто продавать сейчас мы начнем с создание с разбор и вообще вообще темы то есть я сейчас начнем задавать вопросы про его бизнес про то чем он занимается какая-нибудь целевая аудитория кому он до этого продавал кто у него больше всего вот все вот за все это время покупал то есть мы сейчас должны выяснить изначально вообще саму компанию что она себя представляет и целевую аудиторию которую у него уже до этого покупала когда мы поймем саму компанию помимо ее ценности помимо что он как его сильные стороны о которых можно постоянно говорить который может грубо говоря выпячивать там да после этого когда мы изучим его целевую аудиторию его аудитории что она делает как какие вещи она любит какая она откуда они так далее так далее демографии не демографии возраст пол семейное состояние финансовое состояние после этого мы будем хотя бы понимать как им презентовать как им показывать и как им рассказывать про наш товар там и так далее короче говоря поехали да сейчас прям снимаю фар не беспокойтесь я знаю что камеру не любишь это не любишь у меня на камере кто спрашивал что у меня за камера это обычная sony zv1 mark 2 короче говоря на камере просто так много памяти нету на телефоне памяти много вроде бы там память на но должны да поэтому сейчас вы просто увидите процесс распаковки раскадровки сейчас я буду тебя как на детекторе лажи понял много много вопросов задавать может цель говоря нас в виде очень длинная получится какие вещи не захочешь я не буду вставлять в кадр никто об этом не узнает не увидит но общий вопрос я тебе позадаю и ты еще ланит будешь отвечать по мере того как ты будешь отвечать ты и себя узнаешь о себе о своей компании не уходи пожалуйста скажешь ты и я себе я о своей компании на самом деле очень многое узнаешь и для себя очень многое сам выяснишь отвечая на мои вопросы на заметку всем кто собирается вести соцсети и рассказывать там про что-то люди любят естественно вот какой ты есть такой люди и любят вот как ты общаешься своим другом вот если бы вот вы напротив меня сделать мои друзья вот как бы я с вами общался как бы я вам реально хотела пользу дать вот чтобы я хотел бы вам рассказать так и нужно общаться в соцсетях соцсети это не орт это не телевидение тут не нужно быть официальным галстуком и так далее там да я уже говорят он бенгер на чертонаре не знаем это слово ну короче говоря нужно быть естественно максимально для соцсетей я вот напишу вас завожу папку по человеку завожу папку по человеку и пишу фара баку пара баку мед бизнесмен это тоже чем ты мне остается то не остается с мёдом ты не остается с бизнесом и ты не остается с боку там это все жил баку и все же занимался там бизнесом и все жизнь занимался медом она последний по крайне 15 лет окей давай начнем с ниши вот какая у тебя ниша какая сфера деятельности корпоративные подарки и премиальный смотрите он сказал буквально две фразы корпоративные подарки премиальный натуральный мед мы сразу понимаем что это сегмент премиум то есть корпоративные подарки сразу компании это сразу им нужны красивые презентабельные вещи там так далее все это значит дорого ориентируется соответственно должны ту аудиторию которая платежеспособная весь наш контент теперь основывать на том чем он занимается основывается на всего лишь одном вопросе нише сферы деятельности который начал ответил она будет опираться им на ту целевую аудиторию а кто сейчас сказал ванна так я думаю для вас будет получше ok давай по поводу ты сказал у тебя ниша корпоративные подарки и премиальные натуральный мед корпоративные подарки стоит снизу будет какие-то компания помещается компаниям какие компании разные компания абсолютно например что за компания что отдых государственно на государственные не каждого слышно они компании сейчас учреждение может обратиться допустим для своих партнеров и клиентов г для гостей зар учреждение что yap'dah Разные компании. Какого сегмента компаний? Это банки, страховые агентства. Все говорят, какая разница, этим не занимаешься? Это мультимедийные компании, это большие, это нефтяные компании, нефтяная компания. Разные, за все эти годы столько компаний было. Ты сейчас назвал госучреждения, банки, страховые, нефтянка. Это 4 сегмента, у которых больше всего бабла просто. Обычная компания к тебе не пойдет? Идет. Обычная компания к тебе пойдет? Да, да, да. Например, если у него штат, это наскор, малый бизнес, он к тебе пойдет? Даже магазин шел, обычный магазин. Как корпоративный подарок? Да, ну понятно, что он, допустим, покупал не 100 штук, не 50 штук, он покупал 5 штук, 10 штук. Для своих сотрудников, да? Для партнеров, для нас не имеет значения, на самом деле. На самом деле, с мелкими компаниями даже удобнее работать, чем с крупными. Почему? С ними легче, у них нету вот этого целых подтверждающих, там, как они называются, вот эти, несколько этапов подтверждения. В прокате нету, окей, маленькие компании ты сказал, а конкретно, какие маленькие компании были? Вот, например, какой сегмент у них был, вот, кто к тебе больше обращался из маленьких компаний? Это просто, в Турции есть такая тема, называется кэштани. Это, кэштани, что значит, кэштани, вот это? Шабалет. Шабалет, опять, для русской, я буду по-реговорить, да? Ладно, каштан, да, каштан. Чем-то напоминает наш чинаш. Чинаш? У нас такой есть уже? Чинаш самый вкусный кант в этом мире. Большие канты. Это иберанские в основном компании, правильно? Ну, почему, Дэл тоже есть. Мастеркард. Дэл, Мастеркард. Это крупные компании, для самого. Это твои компании, правильно? Это ваша презентация, правильно? Часть компании, которые дали. Можешь показать? Давай покажу, дай, фишпанула. Корпоративные подарки. Подождите, вообще у нас работает? Да. Корпоративные подарки. И что здесь у тебя? Одна часть мед, другая часть корпоративных. Одна часть про мед. Одна часть про мед. Одна часть у него про мед. Тут. Другая про подарки. Это компании, которые нельзя показывать, да? Это компании, которые можно показывать. Это компании, которые дали добро. Которые дали добро. И среди них, самые крупные компании мира. Это Азерсель даже у нас. Тут все есть, брат. Ну, круто. Окей. Ладно. У тебя есть крутые кейсы. Мне больше всего, знаешь, что хочу понять просто? Если у тебя, например, из маленьких компаний, да, больше всего, скажем, покупают, скажем, небольшие строительные компании, там, по ремонту, скажем, да, образно говоря, или там, вот, кофейни у тебя, скажем, покупают это, скажем, да, там, больше всего. При том, что они маленькие. Да. Мы, если их сегментируем, мы будем дальше знать, что на них, им это, грубо говоря, зашло. Если им это зашло, значит, остальным таким же, как и они, плюс-минус тоже зайдет. Поэтому, если мы говорим про маленькие компании, мы будем ориентироваться на них. Если мы говорим про крупные компании, мы будем ориентироваться на тех, кто уже, например, если какой-нибудь банк у тебя купил, скажем, один банк купил, скажем, да? У нас же, скажем, не один банк, правильно? У нас же много банков в Азербайджане, скажем, да, в Азербайджане собрать. Сразу можем на них ориентироваться и им делать коммерческие предложения. Ты понимаешь, это для чего я тебя мучаю? В основном люди покупают не потому, что это хороший подарок дизайнерам, а просто как кушать. Это да, это бомбовой мед. Покушать, бомбовой, что вы понимаете, бакинские уже штучки, бомбовой мед. Мед бомбовой, действительно бомбовый. Больше 35 видов надо. Ладно, покушать берут в основном. Я твой тоже съел, ничего? Нет, ничего. Если мы говорим про то, что люди берут покушать, кто эти люди? Можешь написать, мне в портретах нужно понять, кто они? Они кто по национальности, во-первых? В Азербайджанске, в основном. Особенно бакинцы, правильно? Богатые или бедные? Я не знаю их состояния. Хорошо. Доставка у тебя идет в бедные районы или в богатые районы? У нас бедных районов в Баку нет. Ну, за парень, но у каждого товара есть свой клиент. Цена меда у нас выше среднего. Понятно, что человек последние деньги за этот мед не отдаст. Тебе нужно было мучить, чтобы ты об этом сказал? Нет, просто есть люди, которые я явно знаю, что он не может позволить себе этот мед, но он собирает и покупает этот мед не отдаст. Это реальный кейс. Это единичный случай, исключение мы на них не опираемся. Мы опираемся на общее правило. Или же покупают на скидках, у нас раз в год бывает скидка на Рамазан, два раза в год. На Рамазан именно, да? На Рамазан и Курбан все, да. Вот скоро на Курбан должно быть уже. На Курбан начало будут скидки. Окей, идем дальше. С чем они занимаются? Где они работают? Хоть какая-либо информация у тебя по ним есть, хоть что-нибудь? Есть. Очень культурные, солидные. Я тебе серьезно говорю. Именно интеллигенты покупают, правильно? Да. Когда ты с ними, когда разговариваешь, реально приятно с этими людьми общаться. Мне нужен аватар твоих клиентов, брат. Мне нужно понять. Без этого мы никуда не пойдем. То есть, чем быстрее ты их сдашься, тем лучше. Это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос в нашем деле. Мы должны понять, кто твои клиенты, понимаешь? Мы должны понимать, что у них в голове, как они смотрят на мир, какой у них был предыдущий опыт, почему именно они у тебя покупают, почему им не нравятся другие, в чем твоя особенность, почему они выбирают тебя. Вот что у них в голове? До этого они же другой мед покупали где-то. Где они покупали? Что им не понравилось? Нам нужно понять, где твои клиенты сидят, на каких сайтах сидят, на каких телеграм-каналах сидят или на каких инстаграм-страницах сидят. Где они заказывают товары? Почему они там заказывают? Вот мы, чем больше залезем в их голову, чем лучше мы поймем на мир, какими глазами они смотрят, тем больше мы поймем, как с ними разговаривать. Если это женщина, которая просто своим детям хочет вкусным натуральным медом накормить, из богатой семьи, скажем, женщина крутая, она не хочет дома некрасивую банку, она хочет вот такую крутую красивую банку, но при этом чтобы там был не внутренний химозный мед, а натуральный мед. Если мы поймем, что твоя целевая, скажем, это такая вот женщина, домохозяйка, скажем, да, которая заботится о своем здоровье, о жизни, но при этом она очень красивая, мы поймем, какими глазами она на мир смотрит, что у нее в голове и в каких магазинах она затаривается. И соответственно мы уже будем в том направлении двигаться, понимаешь, о чем я говорю? Вот для этого нам это нужно. Есть люди, которые реально нам звонят, говорят, что там, допустим, когда у вас скидки, когда будут, они реально ждут скидки и на скидку покупают на целый год себе. Можешь вот более подробно рассказать поближе, не в закрытой позе, что ты продаешь, с какой компанией? Стол неудобный. Ассоришься? Вот ты нервничаешь перед каменью. Да я не нервничаю. Я вообще тебя не узнаю. Жесть. Это не вставляй. Я это вставлю? Нет. Да, это вставлю. У Ибрагима, помнишь, у меня был Ибрагим, и он говорит, это не те темпы, не те темпы, он не мог это сказать. Он говорит, я ему засмеиваюсь, он говорит, пожалуйста, не вставляй это. Я говорю, конечно, нет. И потом вставил. А я могу сказать, что Аллаху говорим, да, Миша? Ну, хорош, да, вот зачем ты вот это портишь? Могу это сказать? Может, я буду тебя просто долго уговаривать. Мы же вместе будем смотреть. Ну, ладно, смотри, давай, второй это продукт. Нет. Продукт. С каким продуктом, с какой услугой, с какой компанией ты ассоциируешься? Вот что ты конкретно продаешь? С чем ты ассоциируешься у людей? Как ты думаешь, вот все те, кто тебя знает сейчас в боку, скажем, да, там, вот ты у них в голове с чем ассоциируешься? Первое. Я думаю, из-за того, что мы несколько лет поясанились как, допустим, алтайскими, башкирскими и натуральными соответствами, наверное, с этими и ассоциируемся. Это значит, что ты ассоциируешься, брат, с полезным питанием? Вот что значит. Да, так и есть с нами. Полезные питания. У вас в основном именно кто ПП держит. У вас ППшники, знаешь? Вот смотри, мы сейчас вернулись к лицу, к аватару твоего целевика. ППшники. Видишь? Вот ты только что сейчас сказал то, что очень сильно облегчило нам твои продажи. Когда мы, например, делаем уже контент дальше про тебя, вот смотрите, он сейчас просто сказал, что у него в основном покупают ППшники. Те, кто любят здоровый образ жизни там и так далее и так далее. Вот мы сейчас сразу можем все, кто магазины, которые ПП питания, все спорт, не спорт, все вот эти вот сообщества, комьюнити, которые занимаются ПП, здоровым образом жизни или пропагандируют здоровый образ жизни. Те блогеры, которые пропагандируют здоровый образ жизни, все фитнес-инструкторы и так далее, мы можем на них ориентироваться, как на тех, кто делает нам рекламу, как на тех, у кого мы можем выставлять свой товар, как на тех, у кого мы можем продавать свой товар. Просто одну фразу ты сказал, понимаешь? Да. Поэтому это очень важно, чтобы ты полностью говорил, как есть, и не стеснялся камеры. Тебе всего лишь увидеть несколько десятков тысяч человек. Слушай, ты, например, сейчас ездил в Катар, правильно? Да. Ты выставлялся в Катаре. Зачем туда ездил? Ну, мы ездили на фестиваль, там, там, делать, как бы, наш мир. Уже который раз мы едем. Какая цель была этой выставки? Что, просто познакомиться со своим товаром, кого именно? Потенциального дистрибьютора. Ага. Дистрибьютор в каком плане? Ну, все, как бы, всю упаковку ему даем. То есть вы даете ему готовую продукцию полностью? Все, как продавать продукцию, как продавать, что продавать, как... У вас есть какие-то прописанные стратегии бизнес-процессы? Да. Единственное, что осталось, вот эта юридическая часть, мы над этим сейчас работаем. Бизнес в Азербайджане не похож на бизнес в других странах. Поверь мне на слово. Это бакинский бизнес. Это вообще другой, да. Нет, Гарри, человек едет в Лондон, учится 10 лет. У бакинцев такой акцион обычно. Учится 10 лет в Лондоне, приезжает, и он понимает, что ему еще лет 10 надо учиться в Баку. Уже в Баку надо учиться. Я серьезно говорю, абсолютно по-другому. У нас психология бизнеса другая, нам сайты не нужны, ты имеешь что-то или что? Сайты нужны, почему не нужны? А как, а как-то у тебя, откуда ты... Ну ты сайтом миллионером не станешь, даже не то, чтобы миллионером. Короче говоря, у нас в основном работает сарафанка, правильно? Да, да. Сарафанка и реальные отзывы. В том плане, что у тебя должна быть хорошая репутация, не только у тебя, как бы твоему бренду, твоего продукта должна быть хорошая репутация. Да, это значит такой устоявшийся рынок консервативный. Окей, идем дальше. Давай, по поводу ярких кейсов. Сейчас он додолбит. Он не додолбит, он здесь несколько месяцев. Сейчас подожди. Просто это жесть, знаешь? Такая картина. Бедный парень с Павла. Они там, Паша, там мы здесь сидим, просто наслаждаемся милостями Аллаха. Хвала Аллаху. Окей, яркие кейсы. Мне нужны яркие кейсы, то есть, например, может быть, у тебя там наш президент заказывал мед, или там кто-то из приближенных, или кто-то там, какая-то супер крутая компания. Я слышал, что заказывали. Нет, ну в смысле не президент, но кто-то из приближенных заказывал, но я не знаю. Мне было приятно, когда региональный Дел обратился к нам. Региональный Дел. Дел это компания, производители вот этих вот компьютеров, правильно? Ноутбук, там всякие. Крупные, они почему обратились из Украины? Азерсель, да, но они. Азерсель тоже заказывали у тебя. Эпатаж, очень крутая компания духов. Когда у тебя есть яркие кейсы, это свидетельство того, что тебя выбирают как бы лидеры рынка, там, знатоки, там, или просто там, да, когда там подтверждается какой-либо твой кейс, например, там, грамотами, там, сертификатами и так далее, это подтверждает твою экспертность, твое качество. Это нужно для любого бренда. Почему говорят, как только вы продали какой-либо товар, сразу собирайте отзывы на него. Потому что отзывы – это свидетельство качества, это свидетельство того, что у вас хороший товар, хорошая услуга, и она облегчает дальнейшем продажу, то есть она закрывает возражения. Грубо говоря, это как сарафанное радио работает, понимаешь, да? Поэтому, на самом деле, очень многие ошибки делают, что не собирают. Я сам столько всяких кейсов у меня есть и по YouTube, и по тому, я вообще кейсы не собрал, ничего не делал. Это, знаешь, такая наивная глупость, такая наивная, добрая глупость. Я, типа, хорошо делаю людям, а на самом деле нужно собирать кейсы, отзывы, не для того, чтобы тебя похвалили, для того, чтобы другим тоже дальше хорошо делать, чтобы легче было другим дальше делать, чтобы этого барьера не было, понял, да? В основном звонят клиенты, которые уже покупают несколько раз. То есть у тебя, в основном… Основная часть продажи, да. Повторные продажи у тебя, в основном. Я могу даже рекламу не пускать, а они просто звонят и заказывают. Где повторные продажи? Это уже такой, значит, тоже как-то печать, знака качества. Потому что человек может как бы на красивую упаковку повестись, которую у тебя сейчас красивая упаковка купить, понять, что это вообще ни о чем, и больше не покупать, как бы, да? У тебя не так, у тебя не покупают, покупают, покупают. Это очень круто. Что еще? Что еще может подтвердить то, что у тебя реально крутой мед? Покажи, пожалуйста, запись. Вот вчера ты своему другу, вчера ты отправил какому-то. Альхамдулё, брат, вот тебе, пожалуйста, вот натуральный живой отзыв. Вот таких отзывов, если ты реально собрал бы очень много, ты мог бы их всех показать. Я бы думал скрины сделать. Просто у них голосовые звуки. Людям показал скрины. Почему нет? Почему нет? Вот, пожалуйста, это реально. Понимаешь, вот многие, знаешь, особенно у нас в Баку, знаешь, в чем проблема? Все хотят вот эту вот супер крутую марку держать, а это сразу не очеловечивает, понимаешь? Все хотят вот галстучки, малышки, все серьезно. Да, я хочу, чтобы крутая марка была. Ну вот у вас во всех. А почему нет? Ну потому что проще, я считаю, что нужно жить. А кто не что? Мы проще делаем. Вот смотри, вот это реальный отзыв. Вот я уверен, что именно за этот отзыв, за этот отзыв, за этот реальный отзыв, люди в тысячу раз больше купят, чем вот за эти вот красивые сертификаты, эмертификаты, понимаешь? Потому что это реальный человек. Это реально его эмоции. Живые эмоции. То, что он реально испытал. Это его настоящий экспириенс. И он его передал в этой аудитории, потому что он в шоке, понимаешь? Упаковка вау. Вкус вау. Все вау. Ему все нравится. Понимаешь? Люди на такую вещь скажут, вау, ему реально понравилось, что он реально, да? Человек же сумасшедший. Он же реально оценил. Все, я тоже хочу попробовать. Чем вот эта вот красивая там, скажем, обертка, которой у нас все к этому стремятся. Потому что люди покупают у людей. Сейчас во времена цифровизации, сейчас все в интернете сидят, в инстаграме сидят. Все люди сейчас начнут покупать у людей. То есть почему какая-нибудь женщина стоит, и она там рекламирует какой-нибудь товар, какой-либо, да, товар, косметику. Вот я вот сейчас помазал кожу, и у меня реально там ушли вот эти прыщи или морщины. Да, у нас таких блогеров, по-моему, много. Да. Почему? Потому что реальный человек, он показывает на реальном примере, что происходит, понимаешь? Это живой настоящий кейс, брат. И это больше продает, чем вот эти вот красивые обертки, так называемые. Поэтому, я говорю, это ты зря недооцениваешь. Многие, на самом деле, недооценивают. В том числе и я сам недооцениваю. Мне просто лень это собирать. Хотя это именно то, что облегчит вашу продажу просто в сто раз. Это обязательно нужно делать. Окей. Ассортимент меда мы сказали. Хорошую упаковку сказали. Дизайн и обертка меда мы сказали. Отзывы крутые. Восхищение. Отзывов много. Восхищения много. Мы все это должны будем вытащить. И все это должны будем разместить на твоем сайте, брат. А скрины надо будет. И скрины, и в идеале еще и голосовые. В идеале еще и голосовые. Да. Почему нет? Так надо халаладжи взять у них. Можно. Спросишь у них, да? По одному всех что ли. Кстати говоря, если вы разбираетесь в том, что мы сейчас делаем, интересно было бы посмотреть ваше мнение, послушать ваше мнение по поводу того, какой контент вы хотели бы, чтобы такая, скажем, компания, которая производит там мед, такой вот красивый и так далее. Какой контент вы от них хотели бы слышать? Многие думают, что если они производят мед, или если они занимаются массажем, или если они производят там, скажем, обувь, что они конкретно должны рассказывать про мед, про массаж и про обувь. Но это ошибка. Компания Nike вообще не показывает, скажем, свою обувь. Она просто показывает образ жизни. Как они бегают. Она эмоции показывает. То, с чем она ассоциируется. То есть ее бренд. Что такое личный бренд? Личный бренд это то, с чем ты ассоциируешься у людей в голове, когда они думают о тебе. То есть, например, человек подумал о тебе, он услышал твое имя. Вот что ему в голову пришло? Это и есть твой личный бренд. Вот очень важно в сознании людей выставить правильный бренд. И это не твой мед, и это не твои кроссовки. Это именно те ценности, которые ты их пытаешься передать людям. К вам вопрос. О чем вы, как вы думаете, может в своем блоге рассказывать человек, либо его, скажем, амбассадор, который будет, скажем, у любой компании может быть амбассадор. Амбассадор – это человек, который будет постоянно в соцсетях рассказывать и популяризировать их продукт, либо их услугу. Вот о чем, по-вашему, может человек, у которого есть компания по меду, может в соцсетях рассказывать какие-либо вещи, которые были бы людям интересны? Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы мы тоже учли. Может быть, что-то из этого мы возьмем и во благо брата используем. Окей. Помимо, они за столько лет тоже вопросы задают. Почти одинаковые вопросы все. Какие? У меня болит там-то, у меня такая-то проблема. Какой мед мне есть? Я не врач, я не могу людям рекомендовать. Я ехал за эти годы в несколько симпозиумов по пчеловодству, по апитерапии и так далее. В Мугле было, в Украине было апимондия. И вот там есть книги определенные, оттуда есть информация. Допустим, вот такой-то мед помогает, допустим, гипертоникам, или такой-то мед помогает печени. В основном у нас проблема в чем? Самая большая проблема в том, что люди ассоциируются с тем, что мед надо есть, когда ты болеешь. Вот это самая большая проблема. Мед надо есть каждый день. Каждый день. Чтобы не болеть. И каждый день его ем. Да. Я тоже каждый день его ем. А у нас думают, что все. Мне надо этот. Лед, чай, лимон. А, бумяна сагалдаджей. Понятно, и кюмейдаджей будет хорошо, но бусан сагалдмейдей, как бы, да? Надо его постоянно есть, чтобы иммунитет держать. Потому что лечит тебя. Что им-то? Мед очень сильно поддерживает иммунку. Она увеличивает ее, ее усиливает, да? Я недавно, вот первый раз, когда попробовал еминский сидор мед, я прям реально почувствовал всю работу. Прилив, да? Это что-то. Мне вкус не каждому меду нравится, как бы. Но именно и вкус, он был как жвачка. Дорогой, но он того стоит. Она реально того стоит. Вот смотрите, сейчас он сказал определенные вещи, да? Он, на самом деле, может быть, сам их и не оценил. Но сейчас ты поймешь, о чем я тебе говорю. Грубо говоря, это у нас называют это боль аудитории. То есть, что она хочет? Она у тебя спрашивает, как мне? Помоги мне купить у тебя мед. То есть, она говорит, у меня болит там-то. Или у меня болит то-то. Или какой мед спасает от этого? Или станет причиной исцеления от этого? А ты говоришь, откуда я знаю, я же не врач. Скажем, образно говоря. Но ты реально не врач. Ты бизнесмен, который знает хорошее мед. Либо соврать нужно, ты, понятно, врать не будешь, ты мусульман. Либо же тебе нужно закрывать эту боль, наняв всего лишь одного либо эксперта. Ты должен собрать информацию про каждый индивидуальный мед и на своем сайте написать от инфаркта, от того, от всего и так далее. После этого, второе, когда ты принимаешь звонок от клиента, приходит тебе заявка. Тебе звонит клиент и говорит, здравствуйте, у меня вот желудок болит. Есть мед, который еще хуже делает, кстати говоря. Нужен для крепкого желудка мед. А есть мед наоборот, который облегчает, обволакивает желудок, правильно? Да. Вот он говорит, у меня желудок болит. И он говорит, вот что мне делать? Какой мед? А ты ему в этот момент говоришь. У нас есть шикарный мед, который именно обволакивает желудок. И начинаешь рассказывать про свойства этого меда. Тебе не надо говорить, что ты врач. Она тебе спрашивает, помогает тебе или не помогает. Да не специалисты, которые вообще дилетанты. Они там продают огромные вещи. Они позиционируют себя чуть ли не как врачи, понимаешь? А ты, который 15 лет занимаешься этим медом, во всем этом разбираешься. И когда ты говоришь, я не врач, все, это как бы обрубает у человека. А, ну, значит, чего бы он после этого не сказал, в него в глазах он не специалист. Даже если ты будешь лучше, чем врачи разбираться в этом меде, ты для него уже не специалист. Потому что сам себя аккредитировал, дискредитировал, понимаешь? Понимаешь? Поэтому, когда ты продаешь, и тебе говорят, какой мед спасает от желудка, обволакивает желудок. Ты говоришь, вот это вот, или там менеджеры, у них скрипты есть. У него есть скрипты. Сердце, желудок, почки, зубы, то все. У него есть скрипты, понимаешь? Короче говоря, вам обязательно нужно научиться работать с болями вашей аудитории. То есть, именно с теми запросами, которые их больше всего беспокоят. Самые часто встречаемые вопросы – это именно те боли, которые вам нужно закрыть в самом начале, чтобы продажа была легкой. Грубо говоря, у вас в вашей нише есть 5-10 самых основных часто встречаемых вопросов. Какой продукт вы не продавали, какую услугу вы не делали, у вас есть самые часто встречаемые вопросы. В идеале, чтобы на уровне предложения, то есть на странице, на Фейсбуке, в Инстаграме, на сайте, у вас уже были ответы на эти вопросы. Чтобы они вам уже лично их не задавали. И чтобы это облегчит вашу продажу. Да, это на самом деле работа чуть-чуть муторная. Когда ты работаешь с человеком, пытаешься разобрать его. И тем более, когда камера включена, они, конечно, закрываются все. Он потихоньку, потихоньку, потихоньку начинает рассказывать. И, альхамдулля, уже хоть что-то начинает выходить. Например, у нас сейчас уже очень много полезной информации, на основе которой мы будем выстраивать так называемый маркетинг, контент-маркетинг. Знания самые первые. То есть вначале мы должны провести большой анализ и целевой аудитории, и самого человека, и его компании, и продукта, услуги, отличительных часток и так далее. И только после этого уже выстраивать контент-план и конкретно уже действия делать. У многих терпения хватает, но, альхамдулля, мы терпеливые. Мы сейчас идем в мечеть. У нас Азан. В Турции, альхамдулля, везде мечети. Так что, ну поехали. Ашххаду Алла-Ильяха илл ALLAH — Ашххаду Алла-Иля-Илла-Илла-Илл kindly Слушай, ладно, вот знаешь, многие там, кто занимается производством чего-либо там, да, они там предлагают людям одно, а они сами, например, могут использовать вообще что-то другое. Бывает же такое? Да. Вот ты сам. Потому что это дело вкуса, да, я тебе объясню, проблем в чем. Вот ты сам какой мед любишь, окей? Вот ты какой мед для себя и для своей семьи вот покупаешь? Акацию. Какую? Акацию. Акацию? Мед белый акация. Почему? Потому что он не очень сладкий. Он в меру сладкий, не горький, легкий, но опять же, это дело вкуса. Если человек любит гречишный мед, я люблю гречишный мед, ты не будешь любить акации. Но, когда я уже узнал, допустим, еминский мед, душу узнал, попробовал. Ага. Это что-то с чем? Именно еминский? Да, именно еминский мед сидра. Он тоже долго. Что я так заинтересовал? Что за мед такой еминский? Ты мне дашь попробовать или нет? Если будет, конечно, да. В смысле, если будет фара? Вот здесь я имею в виду. Похоже, ты прилетешь скоро. Миншаллах, если получится, прилетешь. Просто пришли в кафешку. Это кафешка на горе у нас. Одна из самых шикарных панорам. Миншаллах, сейчас вам покажу. Ладно, мы решили, короче говоря, сесть в этом кафе и продолжить нашу этот, наш разбор. Вид здесь хороший. Попросили музыку, чтобы вырубили. Чтобы вам тоже нас слышно. Сейчас разобрались примерно с твоей УТПшкой, то есть твоим уникальным предложением, да? Что ты такой, чем занимаешься, какой тебя, что тебя отличает. И мы выделили то, что у тебя ассортимент меда много, у тебя шикарная упаковка, у тебя дизайн банки, обертка, да, все это красиво. Также у тебя есть крутые отзывы, кейсы. Это круто. Окей. Давай идем дальше. Плюс еще каждый мед проверяется в лаборатории. А, подожди, у тебя еще проверка качества, да? Естественно. Это где лаборатория? Там, где родная мед проверяется. А потом проверяется все в Бакуу по прибытию. Потом еще и в Баку проверяется. Ну, уже государство должно проверяется. Проверка. У тебя уже двухуровневые проверки. Короче говоря, если у вас нет рядом дяди Мамеда, просто сами задавайте себе вопросы, распаковывайте себя, упаковывайте себя и просто ведите грамотно свой блог. Это, поверьте, принесет просто огромные плоды. Как для вас лично, как для вашей экспертности, как для вашей профессиональной деятельности, так и для вашего личностного роста. Это, то есть, не только подписчики, это не только там деньги там дают, но изучая самого себя, вы очень сильно вырастите. Вы очень точно узнаете свои сильные и слабые стороны, и вы сможете в этом прогрессировать. Короче говоря, это очень большая тема, очень интересная тема. Изучите ее поглубже, и вам просто, вы будете очень благодарны. Паркаллафик, всем ссалам алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok